В коробках необходимые медикаменты, продукты питания и снаряжение. Никита вместе с одногруппниками из Института в Больших Веземах принял участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих. Сам привез некоторые снаряжения, такие перчатки, тактический рюкзак, такой большой вместительный, достаточно спички могут пригодиться. Также наши студенты, очень много наших студентов написали письма нашим бойцам. В принципе, большую часть своей участвовали активисты студенческого совета, я председатель. И, конечно, также немалая часть обычных студентов приняли участие в этой добровольной акции. К полезной акции присоединились активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия», представители общественных организаций «Дети войны», офицеры России и союз ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Бойцы через нашего волонтера обратились к просьбе к нашей, в первую очередь, нашей организации, к Азербайджанским союзом ветеранов следственного комитета России, с просьбой организовать и доставить по месту назначения, следующие материалы – бинты, кровоостанавливающие, растворы, жгуты. Пожелать вам всем, чтобы и далее наше сердце было огромное, теплое, и мы как можно больше оказывали внимание не только нашим военным, но и семьям, тех, кто воюет у нас. Полина и Владлена, учащиеся одного из Одинцовских вузов, тоже не остались в стороне. Студентки вместе с преподавателями помогли организовать сбор необходимых средств для наших бойцов. Также в каждой коробке мы прикрепили несколько письм, в которых мы желали удачи нашим бойцам, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Мы написали им слова поддержки и очень теплые слова. Письма, необходимые вещи и продукты передали в Одинцовский пункт приема гуманитарной помощи. Совсем скоро груз отправят по назначению участникам спецоперации. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Продолжение следует... Продолжение следует...